Негде в тридевятом царстве, в тридесятом государстве, жил был славный царь Дадон. С молоду был грозен он, и соседям то и дело наносил обиды смело. Но под старость захотел отдохнуть от радных дел и покой себе устроить. Тут соседи беспокоить стали старого царя, страшный вред ему творя. Чтоб концы своих владений охранять от нападений, должен был он содержать многочисленную рать. Воеводы не дремали, но никак не успевали. Ждут бывало с юга глядь, он с востока лезет рать. Справят здесь лихие гости, идут с моря. Со злости индо плакал царь Дадон, индо забывал и сон. Что и жизнь в такой тревоге. Вот он с просьбой о помоге обратился к мудрецу, звездочету и скопцу. Шлет за ним гонца с поклоном. Вот мудрец перед Дадоном встал и вынул из мешка золотого петышка. Посади ты эту птицу, молвил он царю, на спицу. Петушоку, мой золотой, будет верный сторож твой. Коль кругом все будет мирно, так сидеть он будет смирно. Но лишь чуть со стороны ожидать тебе войны, или набега силы бранной, или другой беды незваной. Вмиг тогда мой петушок приподымет гребешок, закричит и встрепенется, и в то место обернется. Царь скопца благодарит, горы золота сулит. За такое одолжение, говорит он, восхищение, волю первую твою я исполню, как мою. Петушок с высокой спицы стал стеречь его границы. Чуть опасность где видна, верный сторож, как сосна, шевельнется, встрепенется, к той сторонке обернется и кричит. Кирику-ку, царствуй, лежа на боку, и соседи присмирели, воевать уже не смели. Таковой им царь Дадон дал отпор со всех сторон. Год, другой проходит мирно, петушок сидит все смирно. Вот однажды царь Дадон страшным шумом пробужден. «Царь ты наш, отец народа!» — возглашает воевода. «Государь, проснись, беда!» «Что такое, господа?» — говорит Дадон, зевая. «А, кто там? Беда какая!» Воевода говорит. Петушок опять кричит. Страх и шум по всей столице. Царь-ка-кошку, Анна-спицы, видит, бьется петушок, обратившись на восток. Медлить нечего. «Скорее, люди на конь, эй, живее!» Царь к востоку войско шлет, старший сын его ведет. Петушок угомонился, шум утих, и царь забылся. Вот проходит восемь дней, а от войска нет вестей. Было ли, не было ли сражения, нет Дадону донесения. Петушок кричит опять, кличет царь другую рать. Сына он теперь меньшого шлет на выручку большого. Петушок опять утих. Снова вести нет от них. Снова восемь дней проходят. Люди в страхе дни проводят. Петушок кричит опять. Царь скликает третью рать и ведет к ее к востоку, сам не зная, быть ли проку. Войска идут день и ночь, им становится не в мочь. Ни побоище, ни стана, ни надгробного кургана не встречает царь Дадон. Что за чудо, мыслит он? Вот осьмой уж день проходит, войско в горы царь приводит, и промеж высоких гор в виде шелковой шатер. Все в безмолвии чудесном в круг шатра, в ущелье тесном рать побитая лежит. Царь Дадон к шатру спешит. Что за страшная картина? Перед ним его два сына без шелемов и без лад, оба мертвые лежат. Меч вонзивший друг во друга, бродят кони их средь луга, по притоптанной траве, по кровавой мураве. Царь завыл. Ох, дети, дети, горе мне! Попались все эти, оба наши сокола. Горе, смерть моя пришла. Все завыли за Дадоном. Застонало тяжким стоном глубь долин и сердце гор. Потряслось, а вдруг шатер распахнулся. И девица, шамаханская царица, вся сияя, как заря, тихо встретила царя. Как пред солнцем птица ночи, царю молк, ей глядя в очи, и забыл он перед ней смерть своих обоих сыновей. И она перед Дадоном улыбнулась, и с поклоном его за руку взяла и в шатер свой увела. Там за стол его сажала, всяким явством угощала, уложила отдыхать на парчевую кровать. И потом, неделю ровно, покорясь ей безусловно, околдован, восхищен, пировал у ней Дадон. Наконец, и в путь обратный со своей силой радной из девицы молодой царь отправился домой. Перед ним молва бежала, быль и небыль разглашала. Под столицей близ ворот шумом встретил их народ. Все бегут за колесницей, за Дадоном и царицей. Всех приветствует Дадон. Вдруг в толпе увидел он в сорочинской шапке белой, весь как лебедь посиделый, старый друг его, скопец. А, здорово, мой отец! Молвил царь ему, что скажешь? Путь поближе, что прикажешь? Царь ответствует, мудрец. Разочтемся, наконец. Граница. Помнишь, за мою услугу обещался мне как другу, волю первую мою ты исполнить как свою. Подаришь ты мне девицу, шамаханскую царицу. Крайний царь был изумлен. Что ты? Старцу молвил он. Или бес в тебя вернулся, или ты с ума рехнулся. Что ты в голову забрал? Я, конечно, обещал, но всему же есть граница. И зачем тебе девица? Полно знаешь ли, кто я? Попроси ты от меня хоть казну, хоть чин боярский, хоть коня с конюшней царской, хоть полцарства моего. Не хочу я ничего. Подари ты мне девицу, шамаханскую царицу, говорит мудрец в ответ. Плюнул царь. Так лишь, так лишь же? Нет, ничего ты не получишь. Сам себя ты, грешник, мучишь. Убирайся. Цел пока, оттащите старика. Старичок хотел заспорить, но с иным накладно вздорить. Царь схватил его жезлом по лбу, тот упал ничком, да и дух вон. Вся столица цедрогнулась, а девица хи-хи да ха-ха. Не боится знать греха. Царь, хоть был встревожен сильно, усмехнулся ей умильно. Вот, въезжает в город он. Вдруг раздался легкий звон, и в глазах у всей столицы петушок спорхнул со спицы. Колесница полетел, и царю на теме сел. Встрепенулся, клюнул в теме и взвился. И в то же время с колесницы пал додон. Охнул раз, и умер он. А царица вдруг пропала, будто вовсе не бывала. Сказка ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок.